Добрый вечер, друзья. Меня зовут Людмила Мунтиан. Это подкаст «Сила в правде». Ее постоянный гость Рината Усатый. Господин Усатый, добрый вечер. Добрый вечер. В Бельсах уже прошли первые заседания муниципального совета. Было много разговоров, предположений и догадок. Почему вас не было? Послушайте, да я ничего никогда не скрывал, не собираюсь скрывать. То есть, что значит, что меня не было? Важно, кто сидит, кто... Меня больше интересуют, какие решения есть у партии или конкретно у некоторых муниципальных советников. Например, за эти три недели моего отсутствия я провел очередную профилактику, которую постоянно делаю в Германии, связанную с сахарным диабетом, никогда не скрывал. После этого я встречался с проектантами, обсудил ряд новых проектов для Бельс. Согласовал несколько встреч с европейскими меморами для Александра Петкова. Александр Петков, значит, я ему подсказал, где там порыться, навести порядок. Александр Петков нашел Клондайк, благодаря чему бельчане сэкономят миллионы леев. И с этой информацией выйдет Петков на следующей неделе, это вот, что значит правильно управлять городом. За это время, значит, несколько миллионов леев, которые были, скажем так, закуплены, там, несколько десятков километров гирлянд для того, чтобы оформить вот здесь весь этот лес, который вы видите, были сделаны там украинскими беженцами огромное количество игрушек и так далее, там, на десятки тысяч евро. Значит, все это едет в Бельце, то есть в Бельце за три недели, можно сказать, я уже молчу про елку, про там, социальную столовую. Плюс еще раз, важно, я не потратил, я как мэром не тратил ни одной копейки для командировок, да, соответственно, не трачу их и сейчас, как муниципальный совет. Поэтому Бельце точно выиграли более 10 миллионов леев за вот эти несколько недель, понимаете? И это будет ощутимо, люди это увидят в ближайшую неделю-две дни, для этого много не нужно. Поэтому у каждого есть своя работа, Людмила. Вот я умею что-то созидать, организовывать, да, то есть я этим занимаюсь, то есть потому что сегодня кто там больше кричит, кто меньше, от этого не выиграет ни Бельчане, ни один город, ни одно село в нашей стране. Людям нужно сегодня давать результаты. Мы не можем говорить людям, что вот мы в оппозиции, поэтому мы ничего не будем делать 4 года. Тем более, что люди видели, что будучи мэром в оппозиции, я для Бельце сделал очень многое. И мы это продолжим делать. Господин Усатый, а как вы видите свою работу в муниципальном совете, учитывая, что на каждом совещании вы будете встречаться с Максимом Маршаном? И что? С Павлом Войку, с Николаем Григориевичем. И что? Послушайте, у меня проблема, я бы ее чуть по-другому ставил. Я ставлю проблему больше по-другому. Из-за того, что у нашей партии нет большинства, нашим коллегам из фракции нашей партии в Бельском муниципальном совете, они должны говорить со всеми фракциями. В Бельцах это решение было принято сразу на следующий день после выборов. Из-за того, что лично я нахожусь в постоянной войне с центральными властями, с лидером партии социалистов Дадоном, который возвращается на должность председателя. Вот я тут вижу проблему, потому что вот они в Бельцах на местном уровне, я имею в виду наши коллеги там. Вот Петков же предложил, ребят, давайте у вас у всех есть предвыборное обещание. Значит, всего четыре фракции в Бельцах. Партия, наша партия, да, один из советников, девять у социалистов, шесть у ПАС, партии власти, четыре у запасной партии Елана Шора, да. Социалисты до сих пор не предложили кандидата на вице-примора. Партия ПАС не предложила. Партия Шор не предложила, но они говорят, дайте нам пять дворов, говорят, вот скажите, в этом городе денег в бюджете нет, и скажите, какие мы можем пять дворов отремонтировать за свой счет, и хотим украсить там улицу Дечебал, еще какую-то улицу в Бельцах, там за их счет, потому что все то, что делается на площади Бельская, как бы, ну, не тратится ни одной копейки из бельского бюджета, ночная елка, социальное слово, это все делается мной лично. Эти две партии пока ничего, да, то есть, а я бы хотел задать этот анализ на местном уровне, для того, чтобы это потом все делалось на национальном. Нам нужно закончить желтые, розовые, красные, синие, фиолетовые и так далее. То есть, те, кто могут что-то делать для страны, значит, пусть делают. Тут ваш коллега гонцов говорит, а вот, а как ШОР будет делать? Я говорю, да вот сделают пять дворов. Мы никогда себе чужие медали не вешали, да, то есть, пять дворов в истории, Бельца, Станции, что их для них сделал ШОР. Партия социалистов, если привезет 10 единиц техники с Москвы для города, да, значит, пусть они это сделают, покажут, то есть, поэтому... А если все-таки фракции не предложат своих кандидатов на позиции примаров? Ну, послушайте, есть вариант, что если два раза примар выдвигает и Совет не поддерживает даже, то примар сможет назначить. Ну, и мы-то хотели это сделать без конфликтов, как бы без войны, скажем так, да, для того, чтобы все фракции могли участвовать в жизнедеятельности города. Ведь за каждую фракцию проголосовали тысячи людей, понимаете? То есть, за кого-то 10 тысяч человек, за кого-то 15. Да, выборы были бы совсем другие, если бы не сняли кандидата ШОРа в Бельцов, понимаете? Ну, произошло то, что произошло, поэтому я хочу увидеть действия, понимаете? Вот я считаю, что в Бельцах и в других городах сегодня все должны объединиться для того, чтобы что-то делать. Я готов пожертвовать, даже если надо, своим мандатом советникам, если это будет камнем, который будет мешать, да, говорить. То есть, потому что, когда ты, например, я буду организовывать в понедельник протесты против Пыну, и жесткие это будут протесты для того, чтобы понизить тарифы на газ задним числом, а на следующий день с ними надо говорить по каким-то объектам инфраструктуры. Это нереально, Людмила. Ну, то есть, нельзя вот эти вещи объединить в понедельник и вторник, да, то есть, как бы, как. Понимаете? А если они продолжат, что наша партия должна в шести районах проголосовать за председателя и пассы, в Бельце не получит ни копейки, ну, это закончится для них очень грустно, я имею в виду, для партии власть. В Бельце выстоят, мы проходили через разное давление в Бельце и так далее. Но в Бельце для меня приоритет, еще раз, я обязан уважать мнение 10 тысяч человек, которые проголосовали там за партию, я не помню, сколько в цифрах, потому что все-таки надо брать по первому туру, нельзя присваивать там во втором туре, да. Значит, господин Усата, вы знаете, что Максим Марошан подал на вас в суд? Да, мне адвокаты написали, они написали заявление, чтобы я оплатил штраф. Войку написал несколько заявлений, ну, окей, и что? Послушайте, я опубликовал не свои мемуары, я опубликовал документ МВД, где там есть бланк, номер. Павел Войку был министром. Если они не согласны с информацией, которую пишет про них Министерство внутренних дел, скажите, источник информации кто? МВД или Усатый? Когда я выхожу, говорю, я узнал, я знаю, я считаю, да, я отвечаю за эту информацию. Но конкретно все там, что там было написано, я же это все опубликовал, не знаю, видели вы или нет. То есть, это же не мое расследование, там, как, например, там, которые были какие-то, да, другие. Поэтому пусть подают в суд. А на что они рассчитывают? Вот учитывая, что у вас есть. Ну, мне не важно, послушайте, мне не важно, на что они рассчитывают. Мне важно еще раз, чтобы сегодня и Бельце, и все города страны, там начало что-то меняться. А люди через 4 года дадут оценку. Можно идти дальше в кампанию с оскорблениями, как шла партия социализма. Вот они одно не понимают. Они оскорбляли меня на выборах, провели грязную кампанию в 19-м. Они провели грязную в 18-м. Когда я кандидат набрал очень много, тогда Плохотнюк не выдвигал кандидата на досросе в городе. Вот. Они провели ее сейчас. Я всю кампанию, я же все выскал даже после выборов. Почему? Для того, чтобы они потом не говорили, что мы проиграли из-за того, что там Усатый сказал, что мы там наркобароны условно. Понимаете? И так далее. То есть, вот мы выиграли в чистую. Они ходили. Предатель, то, сё и так далее. Понимаете? Я все, что имел нам сказать, искал после выборов. Я сделал, честно. Я сделал после выборов так, как в политике Молдавской недели. У нас же все выходит в предвыборную кампанию. А самое тяжелое оружие выпускается за три дня до выборов. Или переднем тишины. Переднем тишину. Такой на пресс-конференции. А вечером, когда подводили итоги, сказал, а теперь я выйду во вторник. Я так искал. И я вышел, искал, потому что может происходить все, что угодно. Да? Но есть две вещи. Первое. Я никогда не позволю, чтобы мои какие-то личные проблемы стали превыше национальных интересов нашей страны. И самое главное. Я никогда ни у кого не был, не являюсь и не буду ручным. И вот эти две вещи мне интересуют больше всего. Понимаете? А когда вырезают из контекста фразу, где я там говорю, играл на государственном языке, по-моему, тогда я не буду, я не просто буду... Бороться с мафией, а я ее возглавлю, вы оговорились, да. А я говорил, ну, вой, дар лупта кумафе, ешу вой кундущи. А дико вой кундущи лупта кумафе, да. А это вырезали, вау, смотрите, усатый, хочет возглавить мафия и так далее. Ну, не уедут они на это, вы слышите. Господин Усатый, ну, смотрите, 21 ноября вы вышли с этими заявлениями, это достаточно серьезное заявление. Какая-то реакция со стороны силовых структур, прокуратуры была на эти... Послушайте, во-первых, у меня не было это время в стране. Во-вторых, мне же не докладывает... У вас источники есть, поэтому и спрашиваю. Ну, я не занимался. Ну, вот, послушайте, вот меня интересовало сейчас план модернизации железных дорог в Европейском Союзе. Где какие будут строиться мосты, где можно как-то что-то хотя бы из тех специалистов, с которыми мне удалось познакомиться, привлечь их к тем проблемам, которые у нас есть сегодня в стране. Где можно тех инвесторов, с которыми... Может, они помогут и выплатят зарплату? Кто из них готов зайти в страну, открыть какое-то... Вот меня что интересует, они что думают? Послушайте, это... Вы начали говорить про железную дорогу, про партнеров из Европейского Союза, из других стран. Здесь у нас за эти две недели стало известно, что часть работников железной дороги Молдова опять имеют задолженности по зарплате. Может быть, инвесторы, которые намерены сюда прийти, вложить какие-то деньги. Послушайте, ну, вещи комплексно надо решать. Так не бывает, что придет инвестор и вложит какие-то деньги, чтобы получили рабочие... Инвесторы приходят, когда есть профессиональные технические учебные заведения. Инвесторы приходят, когда есть кто-то вменяемый выступает гарантом, который говорит, «Ребят, вы не переживайте, я в лице такого-то руководителя наших партнеров выступаю гарантом ваших инвестиций и так далее». Вот что меня интересует, вот тогда приходят инвесторы. А так прийти инвестору не приходят раздать зарплату. У нас вообще могу отконстатировать одну четко, что все неудачи, которые есть на сегодняшний момент, все сводится к тому, чтобы у нас просто доприватизировать все то, что не успели сделать предыдущие власти. То есть больше... Да, вы начали просто про железную дорогу. В общем-то я планировала с Бельс перейти на Флорешт и, в принципе, на формирование районного руководства. Политики, аналитики, гражданские деятели очень много обсуждали за эти последние две недели о различных политических свадьбах, альянсах. Вы написали пост в Телеграме на своей странице и осудили действия своего однопартийца. Некоторых однопартийцев, бывших. Бывших Флорештых. Они не могут быть коллегами. Да, я буду приглашать всех наших коллег. Я так по телефону в чат их переговорю, мы будем приглашать. Они не просто будут, они не могут быть в партии. Я их задал один вопрос. Вы готовы идти с такими-то, такими-то ради должности вице-председателя и так далее? Такие должности есть и с другой стороны. И там не будет этого позорища. Да, мы готовы идти. Ну, значит, поверьте мне, это только начало и разбирательство там будет. И не такое, как это делают некоторые, когда их типа выгоняют, а на следующий день берут обратно. Для тех, кто хотят в Флорешской партийной организации остаться с нами, они останутся. Меня больше всего разочаровал один молодой человек. Даже мне стыдно назвать его фамилию, потому что он с нами с 18 лет. Я ему в жизни в разные ситуации помогал. Он себя очень достойно и порядочно вел. Но тут, видите, вот появляется момент, когда их не купили. То есть у нас люди в стране, которые для того, чтобы приехать на работу, на служебную машину, неважно, даже ржавая десятилетняя, кабинет, там, вице-председатель. Я знаю людей, которые за деньги шли в парламент в разные созывы. Давали по полмиллиона евро за место в проходном списке. Я говорю, ты зачем туда пошел? А я вот приеду домой, все, звену сад. И вот все эти мои, которые говорили, что там такое-сякое, там, Вадика, что я вот приехал депутат парламента. И это серьезно. Так за полмиллиона можно любую санкцию купить. Депутат парламента, наверное, не самая выгодная с точки зрения просчитывания. Ну, послушайте, а им понты колотить, понимаете? То есть они не... То есть там просто можно спать. Потому что если какая-то оперативная должность, министр, она предусматривает работу, результат. А в парламенте сидишь, хай, а ше, хай, а ше. Но вы ведь тоже хотите в парламент. Послушайте, я иду в парламент с конкретными задачами и целями, которых добиваюсь с 2014 года. И сегодня устраняется... Вот проблема борьбы с коррупцией, это устраняется причиной коррупции, а не персоной. Да? Это первая задача, зачем я иду. Плюс бюрократия чиновников, она просто так никогда не исчезнет, понимаете? То есть она никогда не исчезнет, ее нельзя спрятать там за внешним курсом страны, да? Значит, нормативно-правовое государство, существование нормативно-правового государства, напрямую зависит от решений парламента и от качества людей, которые там сидят, понимаете? То есть сегодня, когда даже те проколы, которые я увидел в молдавском законодательстве, будущем марамбельце, то есть там ничего сложного... То есть есть вещи, для которых на самом деле нужно очень много денег, ну, страна, чтобы где-то их нашла. А есть вещи, для которых средства не нужны, но это, к сожалению, не делается. И вот это самое страшное, понимаете? Вот это меня беспокоит. Господин Усатый, 14 декабря, в прошлый четверг, в Брюсселе приняли решение, которое в Молдове назвали историческим. Нам дали согласие на начало переговоров с Европейским Союзом. Это стало возможным благодаря, скажем так, своевременному совету Шольца, который посоветовал Виктору Орбану выйти из зала во время заседания, потому что он был против того, чтобы эти переговоры начинали с Украины. Ну, это публичная часть, а я знаю другую историю. А как вы, расскажите мне. Я знаю то, что все то, что там произошло, не знали ни молдавские власти о том, что это произойдет. Значит, все то, что произошло, там это не то, что я видел в СМИ, что это все-таки, как бы сказать так, чтобы и стране не навредить, да? Подумаю честно. Ну, то есть, Макрон является главным, основным инструментом, скажем, благодаря которому это произошло именно сейчас. Дальше Молдова с Украины будет разделена, значит, и Молдова пойдет отдельным, то есть, Молдова с Украиной дальше в одном пакете идти не будут. Это я вам говорю со всей ответственностью. Меня другое больше беспокоит. Скажите, пожалуйста, мы куда идем сегодня? А куда мы идем? Не, ну куда мы сегодня идем? Вот мы идем сегодня голодные, холодные, без денег, без крыши над головой, без системы здравоохранения. Когда уже в больнице Тома Чорба врачей продать нельзя, значит, давай хотя бы отдадим в подарок ООН, они отдают эту территорию со зданиями и так далее. То есть, это просто... И самое главное, кто эти подарки принимает, понимаете? То есть, я сегодня считаю, что Евросоюз... Многие называют меня евроскептиком. Я не евроскептик, я просто человек, который видит плюсы, но также видит и минусы, и реально оценивает ситуацию. Я считаю, Евросоюз сегодня на стадии, как Советский Союз за пару лет до распада, понимаете? То есть, та же ситуация сегодня в Евросоюзе. Да, безусловно. А куда у вас такие выводы? На основании чего вы сделали такие выводы? Ну, послушайте, потому что я анализирую, что происходит на политической арене в Евросоюзе. Я вижу, какие партии пришли к власти, и которые придут, потому что у нас в 2024-2025 годах пройдут парламентские выборы во многих странах. И европарламентские в будущем году. И европарламентские выборы. А к 2030 году в Европарламенте не будет и ноги тех людей, которые обещали, что Молдова до 2030 года станет членом ЕС. Понимаете? Те, кто будут против, вы хотите сказать, что те, кто будут против? Я хочу сказать, что, послушайте, первый этап, чтобы люди понимали, значит, единогласно должны будут проголосовать в Европарламенте пройти порядок более 70 решений. Единогласно. 27 государств должны сказать «да». Значит, раз, два, нет, 27 государств должны сказать «да», это когда уже национальные парламенты этих стран должны будут каждый в своей стране проголосовать, это уже когда становится членом. До того, пока скажут «да», 27 государств, значит, вот так, как большинство, не большинство, единогласно высказали за начало переговоров с Украиной и Молдовой, вот так же они должны будут единогласно высказаться более 70 раз по разным пунктам. И в конце «вишенка на торте» это 27 стран, парламенты 27 стран, должны будут проголосовать каждую себя. Вы верите в такую математику? Нет, я верю, что перед нами это очень высокие задачи и цели. Это означает, что мы здесь будем работать, реорганизовывать и улучшать стандарты. А я хочу построить нашу страну таким образом, как говорил вашему коллегу Георгий, чтобы в один день в новостях сказали, что Республика Молдова из-за сложного урожайного года, из-за проблем в сельском хозяйстве с СССР в Румынией, подарила Румынию 100 комбайнов, чтобы мы были в состоянии делать такие подарки, что Молдова подарила 300 единиц спецтехники в соседней стране Украина, которая после войны восстанавливается и тому чему. Но для этого в стране должна быть экономика, должны быть деньги. Вот это моя задача. Дальше, вот смотрите, моя задача сегодня, все то, что можно реализовать из европейской стандарта, потому что путь европейской модернизации, кто бы там что ни говорил, вот люди говорили, значит, про европейскую модернизацию, знаете, кто первый сказал вообще в истории? Про европейскую модернизацию вообще сказал еще Петр Первый. Понимаете? Открыл окно в Европу? Да. Не, он говорил именно про европейскую модернизацию. Для меня это было удивление, когда я это там когда-то нашел. То есть, поэтому вот сегодня я хочу, чтобы страна зарабатывала деньги. Я хочу, чтобы ушли из политики, политики, молдавская политика, люди избавились от популистов, которые просто хотят там протирать штаны, делать себе 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 для того, чтобы занять потом какую-то должность в какой-то там международной общественной организации за рубежом или устроиться на работу в Всемирный банк еще куда-то. Поэтому сегодня я хочу работать и я хочу увидеть то, что сделали за 30 лет. Мы видели, то, что делают сегодня, мы тоже видим. Поэтому у граждан, я думаю, будет возможность увидеть, что может быть. Вот то, что предлагаете вы, это ни в коем случае не идет наперекор европейским стандартам. Нет, конечно не идет. Проблема в том, что мы быстрее это сделаем, чем те, которые кричат про Европу каждый день. Я же, вы поймите, вот было это решение, окей, я не вижу финально. То есть, вот я раньше тоже, знаете, как был очень эмоционален, молод, наверное. Вот маленькая победа, я вау, ура на три месяца, да? Нет, я сейчас просчитываю все до конца. То есть, вот просто, да, радоваться можно каким-то моментом. Но когда мы говорим о стране, должно быть все просчитано до конца. А еще раз говорю, к 30-му году не будет у власти в Молдавии почти никого из тех, кто правит руководить страной сегодня. И почти не будет никого из тех, кто сегодня в Европарламенте. А им можно обещать все, что угодно. Им осталось несколько лет одними и другими. Господин Усатый, но это дает возможность доступа к Европейским фондам. Правильно. Ну, для этого, конечно, мы должны реформу юстиции сделать. Для этого необходимо... Да, на Европейские фонды, вы поймите, смотрите, была сумма порядка 13 миллиардов. Порядка там 6-7 миллиардов использовала Турция. Осталось 6-7 на Украину, Молдову, Грузию. Из-за того, что происходит сегодня в Украине, основная часть денег пойдет сюда. Ну, останутся сотни миллионов евро на 4 года для Грузии и Молдавии. И что? А нам, у нас дефицит на 2024 год, 1 миллиард евро. А нам каждую страну, каждый год нужно 2, понимаете? Для того, чтобы не просто существовать, для того, чтобы как-то еще двигаться вперед. А как где брать деньги-то? Инвесторы к нам не хотят идти. Деньги надо зарабатывать. Я больше не верю ни в какие эти поманы, или так называемые поманы, понимаете? Особенно для которых кто-то решил отдать Тома Чорба. Вы точно знаете, что там будет международная организация, что это земля стоимостью 20 миллионов долларов будет? Да неважно, сколько она стоит. Нельзя так раздавать. Ребят, что значит кто-то решил подарить? Что значит кто-то? Меня вот это не верит. Хотите, вот написал, в Вене, например, они там за Дуная. В Бухаресте, посоль США, в элитном, элитное направление Бухареста. Да, ну где-то там в лесной, там парковой зоне и так далее. То есть посольстве, тут вот просто раздают весь центр города. А это же страна. А что будут говорить дети там? Наши потомки через столе, через двести, через триста, что ничего не останется. То есть вы не верите в то, что Минздрав говорит о том, что необходима реорганизация, необходимо улучшать условия для пациентов? Нет, они сначала обещали подарить, а потом все это придумали. Слушайте, я знаю, с кем я разговаривал. Говорит, нет, это нам, это, говорю, нам это кому? А он там и структура, которая при нас и так далее. Я говорю, да ладно. Я говорю, это решено, да решено. Я говорю, прикольно, в скавычках. То есть реорганизацию придумали под это обещание? Да, совершенно верно. И вот в этом и заключается самый большой цинизм. И самое главное, что никто не выходит сегодня честно, открыто об этом сказать. Вот это меня больше всего пугает, понимаете? Ну, это же не секрет, шило в мешке не утаишь. Это же все равно, когда-то станет известно. Ну, правильно, ну, вот теперь посмотрите, как они будут выглядеть, когда они с этим будут. Знаете, это из той же рубрики, как адвокат звонил вчера, говорит, истекают сроки, звонили с комиссариата полиции Чекан. Вот по термоэлектрике вас важно допросить как свидетеля, потому что не знают, возбуждать уголовное дело или нет по закопанному мазуту, да? Да, послушайте, уже было решение парламентской комиссии, подтвердили иконги. Ну, что значит, усатого им не хватает сегодня допросить в полицию для того, чтобы принять решение, возбудить уголовное дело или нет? Ну, это, ну, послушайте, это... Да, Коль, вы заговорили про судебные структуры. Апелляционная палата Кишинева аннулировала решение комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которому одна из партий, которая участвовала в предвыборной кампании, была отстранена от предвыборной кампании. Да, тоже абсолютно построена такая юридическая, безупречная юридическая ситуация, вроде говоря, это незаконно, да? Да, но изменить ничего нельзя, так же говорится в этом решении, я вообще не понимаю. А самое главное, им отрезали этим, имитировали борьбу, где там Сугорячан выходил, там критиковал судей. Это все имитация? Конечно, имитация. Они добились самого главного через вот это все, первое, как бы Шора на выборах не было, не было, да? Ну, его кандидатов, раз, раз. Значит, поэтому решение суда вроде осудили, ну, показать, что, ну, вот есть юстиция, там, сняли, там, по беспределу, это партию шанс и так далее, да? Ну, теперь главное, так как страна в лице судебной системы признала свой косяк, у них больше нет мотива идти в чадо. Точка. Концерт окончен, все свободны. И вот это вот вся реакция высшего совета администратуры, реакция ассоциаций с судей. Это так же, как кто, когда социалисты с ПАС, мы с ПАС не делаем коалицию, ПАС выход, мы не делаем социалистами. И депутаты вечером, одни по телефону, другие в барах сидят, делят, вице-председателя, РН-председателя, это то же самое, понимаете? Вот я против такой политики. И вот когда люди проснутся и услышат, что, ребята, может быть, хватит такую политику проводить? Может быть, хватит? Ну, сейчас примерно... Так же, как... Так, кого они уволили недавно, последний тоже? Левио Барок? Я даже не знаю, кто это. Глава службы 112? Нет, я не знаю этого парня. Агентство публичных закупок? А, нет, Василой уходил. Он ушел. Да, Василой ушел, и куда он ушел? В Патриот, да? Ну, госпожа Ревенко совершенно четко сказала, что это фейк. А, фейк, да, ну я прочитал. Ну, короче, у них круговорот своих в природе, неважно. Все равно Василой куда-то придет, запомните, Гроссу его дома не оставит точно, это раз. Так же, как вернулся с Пыну через какое-то время, так же, как вернулась с Ревенко. Я за полгода, еще Гаврилица, по-моему, даже не подала в отставку и сказала, что ей готовят место в Национальном банке. Ну, туда она и пришла, понимаете? То есть, вот эта имитация заботы о своем государстве, имитация борьбы за независимость Молдовы, за ее нейтралитет со стороны большинства политиков, ну, просто тошнит уже от этого, понимаете? А которые сидят и просто, там, выторговывая себе какие-то личные гарантии, пытаются, там, одни сейчас будут менять статус, не статус, а устав партии для того, чтобы, ну, короче, вы все это увидели. Господин Усатый, ну, вот сейчас примерно такая же ситуация сложилась и в Аргееве, где бывший кандидат в мэра Аргеева обратился когда-то в апелляционную палату, апелляционная палата отменила это ходатайство, сейчас высшая судебная палата вернула на пересмотр это дело, но, причем, сразу же решила, что другой состав сути будет рассматривать это решение. Да, сказать вам сценарий до конца? Скажите. Я его продолжу. Значит, если все сейчас получится, кандидата Шора в Аргееве сниму, да? Она уже мэр. Ну, послушайте, если не получится этот вариант, вариант запазной, что обратится одна структура, в тот же суд это будет отдельное обращение, не связано с обращением кандидата ПАС, который оспорил итоги выборов. Вы же про это обращение говорите, да? Короче, Шора, кандидат, они уже приговорили, даже уже, у них есть меню на поминки на 40 дней после снятия, после снятия с выборов, и на 3 дня, и на 7, и на 40, и так далее. И что, опять выборы в Аргееве пройдут? А? Да. В выборах в Аргееве будет участвовать кандидат ПАС, кандидат в военство, не помню, как надо. Короче, второе, третье место будет соревноваться между собой. Вы сейчас серьезно? Конечно. Конечно. И вот вы понимаете, когда я вот слышу это, когда я смотрю, как подарили Тома Чорба, когда я вижу одних паразитов, ну, я помню, это было в Киеве, там много лет назад, ну, одни мошенники, ну, просто, и там, уважаемые бизнесмены, реально, там, ребят с Украины, крупные компании, просто гоняли их там, ну, мошенники, и когда увидел, там, буквально пару недель назад, что часть этих, этих же мошенников пытается участвовать в каких-то подрядах, тендерах, связанных с безопасностью нашей страны. Людмила, я был шокирован, я был шокирован, вот эти же только по другим компаниям, ну, те же, те же лица, те же граждане, то есть люди, которые сегодня во всех базах международных фигурируют именно как мошенники, аферисты и так далее. И эта информация есть во всех странах, где они пытались что-то делать. Наши их видят основными, ключевыми консультантами для того, чтобы вывести Молдову из-под контроля России. Вы имеете в виду украинского эксперта, которым все писали? Да, нет, послушайте, забудьте то это. Нет, это не... Дайте я там сейчас все подготовлюсь, я выйду по аэропорту через недельку и многое другое. Ну, я думаю, что Татьяна Кочева сейчас напряглась, если вот она смотрит, и если ей кто-то скажет об этом. Послушайте, а я говорил перед выбором, я говорил в августе или в сентябре, что их будут снимать по всей стране, эти кандидаты. А мотив какой будет? Суд какой мотив? Выбери для того, чтобы... Сейчас я вам скажу, какой мотив будет. Мотив будет, что они потратили на 5% больше, чем им можно было, что-то такое. Увидите. Когда это произойдет? Ну, до Нового года вряд ли, потому что две недели осталось. Ну, не, не, ну мы говорим про недели. То есть до Нового года сразу после. То есть это не произойдет на День труда, можете быть в этом уверены. В аккурат под Новый год? Послушайте, неважно, это произойдет 30 декабря или 6 января, Людмила. Меня беспокоит сегодня то, что вот эта их борьба с Шором сегодня, да? Вот они не умеют проигрывать власти, да? Видите, вы попали в штангу. Видите, есть газ под 10 лей. Я, например, у меня была задача убедиться. Шор врет, что есть возможность затащить газ под 10 лей. Или не врет? Так, и что? Этот газ есть сегодня. На законных основаниях? Совершенно верно. Потому что я реально думал, или он доплачивает с кармана, или там доплачивает, ну, кто-то доплачивает разницу для того, чтобы, ну, там, охмурить кого-то там. Нет, есть этот газ, понимаете? И когда я вижу вот эти препоны, которые они еще там, то лицензии нет, то этого нет. Послушайте, я не адвокат Шора и никогда им не буду. Но воюя с ним абсолютно бестолково, потому что с Шором воевать можно не так, как они воевают. С Шором можно воевать только если ты открыл других 100 социальных магазинов, ну, государственных. Когда ты открыл государственные аптеки, которые конкурируют с частными, да? То есть, вот были бы социальные магазины, государственные, Шор бы мог сегодня влиять на электоральное начало? Нет, это основной инструмент, вот красавицы социальные магазины. И чтобы вы понимали, для того, чтобы Шору создать всю эту империю социальных магазинов, разбирался вообще в их схеме сейчас, что было в Бельцах, что было в Гагаузе. Потому что в Бельцах для меня было интересно узнать, как партия, про которую никто не знал, набрала 11%. Как кандидат, которого не знал, набрал 22 или 23%. И вот разбираясь во всем этом, почему Шор, потратив около 100 тысяч евро на все, что называется социальными магазинами, смог это построить? Еще раз, 100 тысяч евро. Я думал, там были влуплены миллионы. Ну, так я думал, со стороны наблюда. Когда начал получать инсайд, он потратил на это 100 тысяч евро, я скажу. Все остальное, это как бы там товары в рассрочку, автомобили эти все газели в лизинг там и так далее. То есть за 100 тысяч, а скажите, что было бы, если государство в этот проект положило бы 10 миллионов евро и сотен миллионов, которые страна получает? Вот тогда они бы могли. А так, послушайте, они даже подыграли ему, когда сняли партию Шанс выборов, понимаете? Они сняли с него нагрузку на полмиллиарда евро, которые тот планировал там раскидать. И там в каждом селе по дороге, как это происходит, Гагаузи и так далее. И у него сейчас освободились деньги, как бы, на делать то, что он хочет, понимаете? То есть, чтобы не делать выполнение. Но сам вот этот подход, то есть как они делают, как они делают, я всегда это осуждал. Как они сняли и Таубер после первого тура в 2021 году. И как, я же говорил, ребят, если есть претензии и есть информация, спецслужбы, снимайте, пожалуйста, всех до компании. В компанию ловите конкретно там за нарушение, задокументировали и так далее. Если в компанию, а там такой боевик, вы слышали вообще, что говорил премьер, да, как бы, что вот, и то, азовет. Послушайте, после этого должно было быть 300 арестов, 40 уголовных дел и так далее. А когда суд, говорят, да нет, их сняли по беспределу, но, как бы, закон обратной силы не имеет, выбора провести. Это не борьба, они накачивают Шора, они Шору добавили процентов 10. Вот совсем дурдомово, что они устроили на местные выборы, они Шору добавили 10 процентов. И их надежда на то, что, а вот он любую партию будет создавать, а мы их все будем снимать или запрещать, у них такая стратегия. Я думаю, что, я думаю, что она ошибочна. Вот так побеждать, как они хотят, там, то они добиваются экстрадиции, там, его из Израиля, послушайте. Ничего они не могут, они не могут даже со своим вспыном разобраться. Тут они хотят... Да, вот я как раз к этому хотела подойти. Вы говорите о том, что сегодня существуют совершенно законные основания для того, чтобы закупать газ по определенной цене и продавать население. Нет, нет, законные основания были всегда. Не реально существует газ, который бы в Молдавии сегодня стоил 10 лет. Для населения. Вот это. Так, смотрите, вероятно, это действительно так, но в условиях, когда мы не освоили еще весь газ спыну. Об этом говорит открыто и Вадим Чабан. Да, ну, что-то они сейчас начали говорить. Я когда об этом говорил, летом они говорили, нет, нет, он у нас через два месяца закончится. Как вы видите, газ спыну у нас живет до сих пор, понимаете, почему-то. Опять вопрос. Еще раз. Это то же самое, как вот их борьба с русским миром. И зная, что газ в большинстве случаев российский, прокачанный через украинские хранилища, где он становится, где уже никто не поймет происхождение газа. Он украинский, российский, румынский, американский, австрийский и так далее. И они все равно публично это не признают. Я имею в виду власти, да, то есть они не дебилы, то есть такие у них тоже есть. То есть, ну, они знают, что есть русский газ, но вот они до конца нету русского газа, как бы газа у нас только там европейский и так далее. Ну, меня-то, естественно, раздражает. Послушайте. Инусатый, но надо согласиться, что наши взаимоотношения с Российской Федерацией, они довольно непростые, да? Конечно, непростые. Когда Республика Молдова принимала какие-то важные решения, всегда происходили какие-то изменения в двусторонних отношениях. Вот, например, 4 декабря, это буквально на прошлой неделе, вошел в силу запрет на ввоз молдавской продукции, фруктов, овощей на территорию Российской Федерации. Опять там нашли какие-то нарушения. Анса отвечает, скажем так, в Молдове, что Молдова, наша страна, экспортирует 80 стран мира, нигде никаких претензий нет. Учитывая, что 14 декабря мы получили согласие на начало переговоров, означает ли это, что мы получим сейчас еще какое-то решение? Может быть, не сейчас, через неделю, через две, ну, скажем так, в отношении молдавских мигрантов, которые работают в России. В общем, какую-то реакцию на решение в Брестане. Я вас уверяю, что кто-то из молдавских политиков подсуетился там, я просто был свидетелем результатов таких не очень хороших переговоров, много лет назад, в общем, причем два раза даже. И эти же политики потом пойдут эту проблему снимать. То есть, создают проблему, чтобы потом лавр себе приписывать и решать? Ну, конечно. Это было уже и было не один раз. И вот это самое ужасное, понимаете. Потому что я, например, занимаюсь снятием амбарго с 20 компаний по фруктам, двух винзаводов, там, в 2016 году, по-моему. Ну, я помню, был мэром Бельц тогда. Ну, в общем, я был свидетелем, когда один чиновник ругал нашего одного молдавского представителя, когда я говорю, слушай, ну, ты сам просел, а сейчас, говорит, давай быстрее снимать, как бы тебе надо. Вот это мерзко, понимаете. Это мерзко. И в отношениях с любой страной, кто бы это себе, ну, кто позволяет себе такие вещи. А мы не можем предъявлять тут претензии ни русскими, ни европейцами. Мы должны предъявлять тут претензии нашим политикам, которые позволяют себе такого уровня переговора в любой стране мира. Неважно, на Западе, на Востоке. Вот это мерзко и ужасно. Если говорить, да, о фермерском, скажем так, аспекте, неделю назад закончились очень продолжительные протесты фермеров, того эффекта, которого они ожидали, они не возымели, была создана комиссия, которая работает с каждым отдельным случаем, а фермеры сообщили, что они будут искать другие методы воздействия, ну, вот в частности, перекрытие национальных дорог, всех дорог. А у них нет вариантов, понимаете, потому что, еще раз, то есть я не услышал ничего конкретного, четкого от наших властей по тому же сельскому хозяйству, по его модернизации. Я не услышал про то, что, ребят, вот столько-то километров ирригации будет сделано. Орошение, да? Система орошения столько-то километров. Я ничего не видел. Вы услышали, чтобы вот министр сельского хозяйства вышел, сказал, вот все говорят, вот вы не то выращиваете, вы это не умеете, зачем вы вообще берете и так далее. А вы видели, чтобы с какой-то новой культурой пришел министр сельского хозяйства и сказал, ребят, давайте, вот вы не разбирайтесь, вот мы государство закупили там вам семена, или вот давайте выращивайте это. Это рыночные отношения. Нет, стоп, при чем тут? Минсельхоз не может диктовать фермерам, чем им заниматься, они рекомендуют и разрабатывают политики. Они рекомендуют и разрабатывают политики, а я вам сегодня говорю, что у нас бы в животноводство ушли бы все физические лица страны, все пенсионеры, даже в селах, где их осталось по 40 человек, если бы они имели гарантию, что государство купит у них их продукцию через... Но государство, значит, сегодня должны говорить, ребята, выращиваем вот эти виды коров, животных, да, не выращиваем вот эти Москве 412 модели, которые у нас есть, которые... Ну, это самое, сегодня рынок хочет это, то есть вот чего хочет рынок, это должна быть политика государства. Почему я говорил про региональный за год конторы? У нас, вы видели крупных, а есть мелкие, Людмила, есть люди мелкие, семья, которая проработала за границей, у которой там 3-4 гектара земли. А им вообще куда идти с их черносливом? Неважно, свежие сливы или сухофрукты, понимаете? Им куда сегодня идти, то есть вот для таких, и должны быть эти... Короче, нет у них сегодня этих решений, понимаете? Потому что они сегодня говорят про евроинтеграцию, говорят про европейские реформы, но конкретных решений у них нет. Но есть эти объективные причины. Вы знаете в чем? Вот моя претензия к фирме одна. Я встречался с сотнями из них перед президентскими выборами в 2020 году. Ребята, вот у нас будут выборы, вот сейчас выборы президента, в 2021 году будут парламентские. В 2025? Нет, нет, это разговор был в 2020 году. Да, прошло. Мы говорили про президентские в 2020-2021. Я говорю, смотрите, вот вы мне сейчас пересказали, какие пи-пи-пи, и тот министр сельского хозяйства, и этот, и вот тот предыдущий, там, 12 лет назад. Я вам предлагаю то, что вам не предлагал ни один политик. Первое. Мы сейчас с вами определяем, кого вы даете в советники президента, ну, по сельскому хозяйству, потому что мы все-таки гримопринги. И самое важное, я провел такие встречи, что больше ста фермеров на севере, больше ста в центре было несколько, то есть, суммарно, их было где-то человек больше 400 фермеров, то есть, включая юг. Я говорю, ребят, чтобы я не слышал, что министр такой-сякой. Первое. Я обсуждаю с вами, кого из вас я беру в парламент. Проходной список. Раз. Два. Я хочу увидеть, кого вы выдвигаете в министра сельского хозяйства. И чтобы не было потом, что усатый с севера Молдовы и не помогает югу или центру, может, вот он с севера с фалеш, там, с Бельцией тащит все на север. Каждый регион может по одному госсекретарю, замминистра. То есть, лидеры с юга выдвигают своего зама, с центра своего и с севера своего. Ребята, видите, не работает. Заменили, пошли дальше. Но я никогда не хочу от вас больше слышать, что вот министр не отвечает на телефон, вы ему дайте команду с нами, так не разговаривайте. Ребят, если вы даже какого-то ППП выдвинете, это будет ваш ППП, не мой. Мне не нужен свой министр сельского хозяйства. Ничего воровать деньги на селитве. На других грантах, удобрениях, где там все время что-то пилили, откалывали и так далее. И вот я уверен, что они сейчас осознали, потому что они очень активно помогали на президентских выборах. На парламентских, большая часть из них говорит, не, мы пойдем с партией власти. Ну, сегодняшняя партия власти, ТАИС, МОЛС, Европа, ну давай. И вот они поняли уже, где они. Еще раз скажите, что плохого я предлагаю, чтобы сами фермеры выдвинули и кандидата в министры, и по одному заму. То есть фермеры в север выдвинули зама министра, госсекретаря в север, в центр, в юг. Не работает, там хоп, заменили по телу. Ну, то есть, и вот так есть постоянно. И вы, грубо говоря, вызывайте его каждое воскресенье, рубите его на три части. Ну, если что-то не то делать. Ну, ребят, вот так только вы будете услышаны, и вы будете ногу со временем. И они все аплодировали, от молодых фермеров до людей, которые намного там старше моих родителей. Мы просто собирались там без лайва в фейсбуке, у одного в холодильник, у другого. Ну, люди боялись, чтобы им не создали проблемы. Вот, и вот к этому надо вернуться и включить их не просто, а вот мы там изберем другую власть, она нам все решит. Нет, ребят, так не пойдет. Вот давайте сегодня садиться договариваться, выдвигать вот по той форме, как я сказал. Вот вы аплодировали, вы согласны. Мне свой не нужен. Свои везде нужны тогда, когда хочешь что-то пилить, утащить. Поэтому пусть будет ваш свой, не мой. Господин Усат, я хочу, чтобы мы с вами поговорили об одном событии, которое произошло две недели назад, но оно закончилось, к сожалению, трагично. Метель была в Молдове, в некоторых районах республики. Это настоящее было испытание не только для людей, но, как оказалось, для государственных структур. В итоге супружеская пара погибла в собственной машине. Не смогла выехать из сугробов. Пока что неизвестно точно, от чего они умерли. Что произошло после этого? Глава службы 112, служба экстренных вызовов, был отправлен в отставку. Сама служба сейчас перейдет под начало Министерства внутренних дел. До сих пор она была в Министерстве экономики. Кроме этого, Министерство внутренних дел планирует запустить систему МД-алерт. Это система оповещения о чрезвычайных ситуациях. Вот такие вот у нас итоги. Скажем так, это не такой большой снегопад был после того, что погибла супружеская. Ну, там была большая проблема в том, что он был всего один снегопад. У нас один снегопад был. То есть, их не было десяти снегопадов. А представьте себе, если бы такой снегопад был раз в десять дней. А если бы он был два месяца подряд? А что бы было? Да что? Да был бы просто дикий ужас, понимаете? Потому что есть вещи, которым... Вот когда я говорил, и меня не хотели слышать, когда, ребят, вы забиваете страну камерами, которые просто собирают деньги с водителей. То есть, вы постоянно придумываете новые доходы в бюджет за счет карманов наших же граждан, наших налогоплательщиков. Я всегда говорил, эти камеры, которые меряют скорость, значит, это последнее, что должно быть. На первом месте этого должно быть система видеонаблюдения связана с безопасностью. И неважно это, человек попал в беду или произошло какое-то преступление для помочь в раскрытии. То есть, с кем об этом говорить, скажите, пожалуйста? Когда в этом, наверное, разбирается только там Валерий Асталеп, еще несколько человек в стране, понимаете? То есть, с кем об этом говорить сегодня? Перестаньте устанавливать каждые 5 километров камер, рубить бабло. Вы кричите про одни, про униры. Вот в Румынии уже нет 4 года эти камеры. Очень хорошо живут. Я имею в виду камеры, которые меряют скорость, понимаете? И что? Там увеличилось количество смертей. Ну, за счет того, что нет камер в Румынии, уже 4 года у них нет ни одной камеры в стране, установили, которая замеряет скорость. Ни в селах, ни в городах, ни на автобанах и так далее. То есть, у них не увеличились случаи с смертельным исходом. Это то же самое, как одни идиоты. Я еще маленький, правда, был, ну, читал такие там пламенные речи. Если разрешить свободно носить оружие, у нас пьющая страна перестреляют все друг друга. Один купит автомат, другой 4 пистолета и так далее. Они, не понимая систему безопасности, я тогда был молодой, ее не понимал, я был студентом, когда все эти события происходили, да? Но сейчас я в системе безопасности что-то понимаю, но точно больше их, да? Где сегодня, что повлекло за собой? Вот помните, оргпреступность, там, 90-е годы и так далее, там, все боялись, там, Воронин, там, что-то добил. Когда появилось законное основание бизнесменам людям покупать оружие, у нас просто в разы увеличилось количество разбойных нападений, грабежей и так далее. Вы понимаете, просто бандиты понимали, что там есть не просто берданка там одета, там есть там полуавтоматический карабин, там 4 пистолета. То есть, это уменьшилось количество преступлений, понимаете? Поэтому тут, вот они сейчас передали, что надо дать ВМВД. Это же служба связана с экстренными ситуациями в стране. Она не должна была оттуда уходить, понимаете? Она не была там ВМВД, она была в Министерстве экономики до сих пор. Правильно. Нет, когда-то это было подразделение, которое, оно было связано с Министерством внутренних дел. Потом уже отдельно появилась МЧС и так далее. Значит, эта структура, она никак не может быть в Министерстве экономики. Вот так же, как сегодня, Молдова не готова к тому, чтобы гражданский был министром внутренних дел, директором службы информации и безопасности и так далее. То есть, это должны быть люди из системы, понимаете? Поэтому, к сожалению, это показывает реальные дыры в нашей системе. То есть, мне просто страшно себе представить, что... То есть, следить за политиками онлайн, у них ресурс есть. Видеть, где находится. Онлайн прослушивать переговоры. Ну, открытую связь имеется, да не мессенджер. То есть, вот это все есть. А если человек отправил... Вы видели? У нас сколько раз видели рекламу по телевизору? Хоть на одном канале. Что в случае, если у вас загорелся дом, вы застряли во время пожара, вот смотрите, как нужно себя вести. Вот вы садитесь в самолет, вы что видите там? Выходите в сервере, делается инструктаж. Вот жилеточка, так, вот ремень, вот тут затяни, вот там дерни, вот тебе свисточек свести, если сможешь. Ну, короче, что у нас в стране сегодня? Инспекторат проводит какие-то профилактические дискуссии в период холодов. Какие дискуссии? Какие дискуссии? Одна передача в метель раз в год. Это должна быть... Ну, мне, Людмила, вы поймите, я слишком много стран посетил. Ну, вот я больше всего обращал внимание на Израиль, потому что мне было интересно, то есть, страна, которая находится, граждане, которые находятся в режиме постоянной войны, угрозы и так далее. То есть, они же тоже свадьбы проводят, и дискотеки у них, ночные клубы, университеты, школы. Ну, то есть, и думаю, блин, вот если там вот все так сложное, вот это все существует, вот надо, ну, смотреть там. Ну, не будем же смотреть, условно, в мирной Финляндии, да, как бы в систему безопасности там, или в Швеции там. Вот, поэтому должны приходить те, кто понимает, знает и могут организовать. И тогда таких трагедий не будет. Это так, что трагедия в аэропорту. Они потом проснулись то, о чем я кричал, что вот из-за того, что магазинами были заняты, у них не было места под дежурку, у них потом опять кто-то сбежал. Они не смогли организовать помещение для задержанных или вызывающих там, ну... Господин Усад, у нас есть вопрос от ваших подписчиков. Да, конечно. Анна Тринкану. У меня вопрос, почему ваши советники, ваши, наверное, наши партии, избегают проблемы города. Активное общество в городе крепнет, и мы не позволим ни одному советнику взрывать голову в песок. Пожалуйста, проведите соответствующие беседы с вашей командой, и пусть они будут открыты к нам. Я знаком с госпожей Анной, которая находится сейчас где-то за границей, жила в Бельцах, очень активно. Ну, хочу сказать, что, во-первых, советники не взрываются, просто вот есть Аня, она суперактивный молодец, которая постоянно что-то придумает, какие-то идеи, новые проекты для города. Есть у нас сегодня общественный деятель, Диана Гросс, под который надо создать еще два управления в Примарии, чтобы письменно отвечали только на ее запросы, на количество, которых она создает и так далее. То есть, Аня, я поговорю, конечно, с нашими советниками, вы очень амбициозная бизнес-леди, знаю про ваши добрые намерения и уверен, что вы многое хотите сделать для города, поддержу все, что могу, но когда вы неделю молчите, вы скидываете мне видео, вот там мне сделали какое-то помещение, там что-то текло и так далее, хоп, вижу она появляется там, через три недели в телеграм-каналах, там, старая власть, мэрия не реагировала, слушайте, они прогружаются в работу, и Примар к вашему услугам, и вся команда и так далее. Просто вы должны понимать, что помимо ваших инициатив, есть вещи повседневные, которые просто нужно оперативно выполнять, каждый день, который не требует отлагать. Но я обязательно переговорю, и с вами переговорю, я даже сам с вами не успел физически, мы там переписывались несколько раз в соцсетях, я не смог с госпожей Анной переговорить, но обязательно созвонить. Оксана Топченко-Тертяк, прошли местные выборы, почему вы сначала говорите, что каждый район сам решает, с кем дальше продолжать работать, а после, когда команда от нашей партии делает выбор, вас это не устраивает, и вы говорите сдать мандат. Стоп. Были обозначены несколько приоритетов, позиций. Что делать нельзя? Их очень мало, понимаете? Но не могу я одобрить коалицию с Никифорчуком, который участвовал в развале наших партийных организаций, фабрикации уголовных дел, слушая как объяснение, ну это как бы не он тут председатель, а тут председатель одного и другой парень, и он лично на встречу не ходит, ходят его представители. Ну не смогу я такое себе никогда позволить, понимаете? Есть у них эта партия, идут они, что-то делают. Кто не согласен и готовы на это, у них есть выбор, есть 60 других партий, понимаете? То есть да, люди везде должны договариваться, я им нигде не даю указания, что делать, но они звонят, говорят, вот там такая ситуация, там так, вот тут то. Ребят, стоп. Когда я узнал, что Флореш, ты про который вот сейчас скорее всего говорят? Да, именно про Флореш. Да, про Флореш. Значит, там с другой стороны была партия Кику, были социалисты, были коммунисты, они сначала не хотели, говорили, нет, там Паниш, вот он был с Плохотнюком, с тем же Никифорчуком, а сейчас он у Кику. Я узнаю, что они того вообще отправляют на пенсию, он не кандидат. Потом, в последний момент, они готовы были, там парень был от платформы, да, кандидат на должность, председатель района, который все, и наша партия получала своего вице-председателя, и партия Кику там из, ну, то есть, нет, они пошли с Никифорчуком из ПАС, ну, желаем крепкого здоровья. А слушать этот, вот такие комментарии, это из такой же рубрики, как вышла депутат ПАС, когда ее спросили, а как вы сделали коалицию с Никифорчуком, Флорешцем? Мы не делали коалицию. Подписались просто советники за кандидата на председателя района, который как-то отказался от ПАС. И вот его как-то избрали, а потом председатель предложил трех или четырех вице-председателей, и как-то за них проголосовали. То есть, договорника не было, ничего не было. Ребят, заканчивайте, заканчивайте делать людей дебилами. Я не могу так, понимаете? То есть, а слушать, что нет. Мы идем с Никифорчуком из ПАС, чтобы подготовить партию к президентским, к парламентским, и мы тут поможем, и мы окрепим, стоп, стоп, ребят. Я говорю, нет. Но мы устали в оппозиции с 2015 года. Я не имею права никого, вот тут точно не имею права кого-то заставлять. Быть в оппозиции. Поэтому это их решение. Господин Усат, еще один вопрос у нас по Бельсам. Кыт косты, ищи де-унде вор компара троллейбузили пентру Белтс? Сергей задает вопрос. Троллейбузили а у фост прокурат, есть у кредит Берту, есть у шум грант, а через контракт а у фост семнат де потеря пречедента, и успею, что у вас есть возможность с ревизуем в шицине депроченте. Ашаку мам факут, он унили ситуации, домну, премара, связку декларация, азведец, кэти миллионии дилей сау экономисты, дворян, кэти вас аптамэнь, кэри трэбвёсля кэти балцэн, депрочентар, потому что важно, чтобы граждане нашей страны ту информацию, которая есть, на самом деле, получали как бы с первоисточника. Я могу анонсировать следующую передачу, следующее воскресенье? Да, следующее воскресенье. У нас 24 декабря, канун Рождества. Канун Рождества по новому стилю. Значит, чуть-чуть оливье, коллег-диристор, будем праздновать. Друзья, до встречи, увидимся на следующей неделе. Да, завтра, самое важное, только нужно передать Игорю Додону собачку Москва, моя самая бруссельчика, молодостылянца. Всем хорошего настроения, ребят. Сейчас многие приезжают, родственники, кто с Москвы, кто с Германии, кто с Америки. У нас вы можете объединиться только на праздники. Многие из вас уже по пути домой, многие приехали, да многие приехали. Я просто желаю вам добра, мира и, самое главное, в нашей стране процветания. И чтобы каждый из нас сделал то, что он может делать реально. И тогда мы заживем по-другому. Всем спасибо, сила в правде. Спасибо за репосты, за поддержку. Помогу с вами с 5-2 куплены, за сяручу вас. Спасибо.